Мудовництво жилья, работа предприемства «Гомельш-Палеры» и пенсийное забеспечение. Каля 140 зворотов поступило из администрации президента и Совета Министров у Гомельске облаконкам по выниках великой размовы с президентом, яка отбылась на початку Саковика. Об тем, что больше за все хвалюю Жехару региона, доведалась Марина Джалая. До президента Беларуси Александра Лукашенко практически напрямую мог звернуться абсолютно любой человек. Могчевостью огучить свои проблемы напередодни великой размовы скористалося свыше 2000 человек. Сразумело, многие пытания немогчимо было вырешить им гненно. Там участку с администрацией президента и Совета Министров дослали у Аблавы-Канкамы. У Гомельске наразгляд накировали каля 140 зворотов. Вынику анализу на областном узровне стало видовочно, что 80% из них потребуют только тлумачения. Но, как попередить их возникнение в дальнейшем, задача – дать тлумачение не только конкретному человеку, а и широкой громадскости просродки массовой информации. Сюда, например, относится тема шума неприемного паху на линии по выпуску виниловых шпалер на Гомель-шпалерах. Нагадаем, зараз на предприемстве укороняется додатковый комплекс мер для ликвидации названных недохопов. По коль работа линии спынена. Каля 40% питаний, окея гучали подчас великой размовы с президентом, были на тему жилья. Это как будовинство и ремонт, так и доброе упорядкование территории. Много было вопросов, это порядка 20% по строительству жилья от многодетных семей, от деток, которые имеют двух детей, детей инвалидов в семье. То есть они хотят также строить жилье, но не всегда это получается быстро в связи с большой очередностью, либо с невозможностью оплатить первый взнос. То есть с этими людьми мы тоже индивидуально работаем, но здесь, конечно, все зависит от очереди и от количества строящихся жилых домов в том или ином районе. Пытания, которые находятся у компетенции органов по праце, занятости и социальной обороны, так само не на опошнем месте. У приватности тема пенсийного обеспечения. Пытания про это уладкование были одинаковыми. И о шешерах взорота, актуальных для весны, про озеленение населенных пунктов. Сгодно программе «Зеленый город» все лето в Гомеле, например, высадить не меньше 35 тысяч древ. Цекавились люди и добро упорядкованием певных территорий, и наведением парадку. Подобные пытания до речи поступали так само до старшины Гомельского облаканкама у Владимира Дворника подчас промой телефонной линии 16-го Саковика. Эти вопросы на территориях района в городе Гомеле на сегодняшний день занимают особое место. Рассматриваются с выездом на место, и каждое сообщение о том, что где-то требуется ремонт дороги, либо благоустройство дворовой территории, детские площадки в обязательном порядке, в кратчайшие сроки будут решаться. Закранали все подчас великой разговоры с президентом темы узнавления трансляции одного из украинских телеканалов, а так само работы банковского отделения УМЗР. Это пытание практически вырешено. Прикладно 10-15% телефонований поступило от людей, которые уже взвертались в разные инстанции, и давно отримали по своих скаргах конкретные отказы и решения. Что до основной массы пытаний, то каждая будет скрупулезно разгледжена у максимально стислые термины.